Здравствуйте! Сегодня день второй по теме гельминтизации курей. Вот таким препаратом. Вчера дали один пакет, мы вскрыли, и сегодня второй пакет. Поступили мне звонки, поступили смс-сообщения, также в вайбере мне писали. И на ютуб-канале тоже было несколько заданных вопросов. Значит, через скільки днів можно употреблять в пищу яйцо? Посмотрим, что у нас тут написано. Забей тварин на мясо через 10 дней, забей птиці через 3 дня, молоко можно споживати в їжу через 2 дня. Я думаю, и яйца, наверное, через 2 дня. Только отсчитывать уже не с первого дня, как мы давали препарат, а с последнего дня. То есть на 5 суток, я думаю, можно уже давать, то есть уже можно употреблять. Если в чем-то можно сомневаться, тут что написано, можно забыть, загуглить вот этот вот препарат, также обширную информацию про него получить, если вы боитесь, ну, заранее кушать продукты, такие как яйцо, как мясо и как молоко. Значит, бывший такой один вопрос, что вы у своих курей на яйцах не бачили никаких вот тут гельминтов. Деформация из шкаролупы должна быть. Ну, нет такого яйца, чтобы я вам показала. Ну, вот если взять яйцо, я же оставила ссылки на видео, под первым видео, где я давала такой препарат, и показала вам, какие я посылки получала от курей, от курей брезгальцев, какие там были яйца просто посередине, вот так оно просто было, как бугорочек. Вот, даже если привив озеро кой и ровненькое яйцо, а там проводишь, воно как кальцевое кольцо и вокруг. Также есть, вот, например, возьмем еще одно яйцо, вот, ну, это за горочка отнесла, такие яйца несет курочка за горочка. И тоже на видео было, что вот тут есть пустоты, то есть шкаролупа, вона, видишь, такая прозрачная. Это тоже, ну, я тоже же читала, после этого, как мне написали, что, возможно, это гельминты. Да, это, возможно, куры были поражены гельминтами. Вот такие коки несут наши курочки за горшки, они вот такие, как конусные. Так, и еще поступал такой вопрос, что, Лена, а ты же даешь постоянно полынь, а тут, видите ли, препарат. Ты говорила, что препаратов не даешь. Я не давала в себе в хозяйстве таких препаратов вообще, давала только полынь. Полынь с полного месяца до ущербной луны, то есть 10 дней. Подивились на небо полный месяц и даем полынь каждый день по норме. И смотрим, сколько у вас курей, я уже говорила. И таким, я даже уже поднимусь на горюще, покажу вам, сколько у меня есть полынь. Пока до этого казуса, до этой посылки прошлогодней, я получала посылки деформированные. И обратилась до своего ветврача, и он мне посоветовал, Лена, вот такой препарат. Значит, такой препарат я даю цыплятам, ну уже подростчим курчатам перед забоем, то есть рівно в три месяца. Они у меня, вот, едят вот такой препарат, больше ничего я им не даю. Все, потом они стоят у меня уже на откорме. И уже даю такий препарат перед инкубацией. Это даже может и, как бы сказать, я и свое хозяйство чистю. Тим способом, что уже не будет перезаражение, яйцо будет чистое, оно уже будет без гельминтов. Так как кури у меня не живут в клетках, не живут в закрытом помещении. Они на свободе, они ходят, пасутся, и так в вольере, и с ногами все микроби ци носятся, и в земле ци микроби есть. Если вот у нас осень дуже была сыра, дуже туманов богато, вот в кокцидии надо было также от кокцидиоза пропаивать курей, если это даёт, например, воду, трисульфон, байкокс. Вот, если, ну я воду не даю, вода тільки в мене чистая, я даю тільки порошками в корм, брови тосептол, вот давала я им курям. Ну, это же было у нас, как вот в ноябре, в кінці ноября, вот я их прокормила, потому что они начали їсти дуже землю. Тоже это, если курят, вот обращайте внимание, после дождя, после туманов сирых таких, курят начинают їсти землю, значит, ждите дней десять, где у вас кокцидия. Так же писали, что мы тоже с глистами, да, правильно, мы все тоже с глистами, но если не везти, то есть, если антисанитария будет у нас на кухне, антисанитария в помещениях курятников, конечно, это вообще будет сопутствовать тому, что развитие этих глистов и так далее. Даже, ну возможно, кто не знает, даже если мы зелень, ну там лук, петрушку, укроп, мы просто рвем, помили под проточной водой и уже делаем салат, мы кушаем, мы получается сами из себя заражаем, вы просто этого, может, некоторые и не знали. Значит, зелень надо, даже той укроп, петрушку, их надо пустить, вода с солью, буквально там пару минут побули, вода с солью, все, и можете уже потом кушать собі салаты. Также и помидоры, также и огурцы, и также клубнику. Дуже много вот этих нематодов, этих нематодов, можете тоже, ну, это кому интересно. Мне было это интересно, и я изучала это все. Значит, нематоды есть в клубнике, глисты, почва тоже очень грязная. Попробую разрежить здесь пальцы и занес уже инфекцию, и уже надо пить антибиотики, таблетки, потому что у тебя уже будут там или гнить, или долго заживать рано. Также говорили, писали коментарии, что свинина, ну да, саме больше, кто употребляет свинину, кто употребляет вот такие шашлыки, они не промаринованные, свинина, вона саме больше заражает человека. И речкова, сейчас и океан всемирный, очень грязный, и речкова. Риба очень поражена, вона гельминтами, потому что очень много выбросов, где в речки, вставки, их надо очень термо-термо пропекать, проваривать и так далее. Кто есть вот эту тараньку, обратите внимание, сколько было даже на ТСН, сколько было новостей, что заболели рибу, тарань в Запорожске, Маріуполе, море там, очень люди болели, отравление было. По поводу свинины, сала, ну не можно же сказать, что не кушайте сала. Сала, кто-то скажет, а его хорошо проселить, соленое сало, оно очень вредное. Кто, ну могу дать такую вам информацию, я употребляю по 20 грамм сала, каждый день утром с овсяночкой, просто с овсяночкой 20 грамм сала, с хлебушком покушала, можу отверні перепеленные яйца, для чего я їм серое сало, но не соленое, воно у меня в морозилке переморожено. Морозилки 18, 20, 22 градуса, я беру, покупаю, и хай бы я там купила и домашние, и вообще свиньи, мол, здоровые, или глистывали, но все равно в мышцах свиньи, не ото там мясо, салі, ну это уже надо геть запустить ту свиню, чтобы они там аж в легких були цих листей, это ужас, кто это видел, а кто не видел, то краще вам и не знать, вот сало, соленое, воно вредно, а вот свежее сало, то есть не соленое, воно полезно, дае желчее отделение, помогает печенке, ну 20-50 грамм достаточно каждое утро скушать не соленого, но вытянув морозилочки, порезать вот так сало можно. Значит, что, про сало, про свинину рассказала, про зелень, огород, и также не забываемся, что тоже мы люди, тоже руки там не помыв, там в автобусе что-то схватив носа ветер, губы ветер, и это все стики, вот если автобусы, метро, стики, даже в такси, если вы едете, там стики на ручках грязи, да ужаса, да, и дома тут тоже там, там, там собаки, там коты, надо мыть руки специальными милом, хорошо промывать руки, вымывать руки, и также, если полный месяц, в чаи добавлять или просто таки травяне чаи делать, где присутствует пижма, даже можно самой пижмы, даже можно добавлять полинец, вот такие компотики, например, делаешь, кинул туда маленькую щепотку полинца и пьешь компот, потому что мы пьем компоты сухофруктов, которые мы сушим, и сладкие компоты не употребляем. Тоже диета не значит себя в чем-то ограничить, диета – это правильное питание, то есть понимать, что вам надо и что воно значит, ну, я думаю, дала информацию вам, если будут ваши вопросы, пишите, я в видео ответю. Значит, цей пакет, вчера мы цей пакет распечатали и дали с картошкой отварной, сегодня будем с ячминкой, ячминная дырть, значит, ковшик ячминной дырти заливаю кипятком, поставила на газ, вода закипела, буквально там до пяти минут помлило воно, все, я выключила. И сейчас же сюда вот высыпала я цей тазик, остыла уже трошки ця каша, мне надо, чтобы вот этот вот препарат приклеився, потому что если я дам вот в сухий замес, то это считаете, что бессмысленно, но все равно тут трошки есть шкарлупы от яиц, сейчас попробуем, каша у нас уже не горячая, потому что я ее поставила, вот высыпала в тазик, чтобы она у нас больше остыла. Если мы добавим препарат в горячую кашу, то все обнулюется, смысла нема, даже витамины, даже витамины, если мы даем премиксы, вот не должно быть горячее, должно быть слегка тепло, а можно быть и даже в холодной. Так, и опять же размешиваем так, как и в первом видео. Кукурузная дерть, кукурузная дерть у нас вот с такой мучкой, если бы я это на все насыпала вот в сухое, да, размешала бы препарат все, они бы выяли вот это, скльокали все зерношко, а там мука, это таке, как бы были голодные, то бы добре выяли. Все, высыпаем препарат. Прополаскали, этой мучкой. И все, и в сухом виде сейчас мы размешиваем. Это так само, как на кухне мука, если мы добавляем туда соду, все, это надо все перемешать. Сейчас еще сюда я добавлю пшеницы и сделаем корм. Вот как я проводю гельминтизацию курям, ни макуху цих два дня, ни витаминопремикса я курям не даю. Но после того, как мы провели гельминтизацию, вы можете пропоить витаминами, есть такие, что в воде растворяются. А мы, я хозяйка, добавляю все в корм. Я всем своим то ли курям, то ли перепелам, то ли кроликам даю витамины тики в корм. Так, пришла моя мама, затараторила меня с этими новостями своими. Дала я курям. Ну думаю, уже все, вот эти вот пакетики уйдут на утилізацію. Думаю, уже по цьому вопросу, ну, может, будучи какие-то вопросы, ответю. Птицу мы уже считаем, что почистили, вона у нас будет готова до инкубации. Через 2 недели будем уже залаживать собі инкубатор. И в час добрый. А вороны разкричалися. И сиро сегодня, вот прям сегодня геть сиро. Может, будет дождь. Снига мы уже, наверное, и не побачим. Все, любчики мои, до побачения наше телебачение.